Здравствуйте! Это Бюро новостей Дайвича. В студии Надежда Шабалина. Смотрите в этом выпуске. Выписаны из инфекционной больницы. Свежая данная по коронавирусу на 1 апреля. Регион перешел на режим всеобщей самоизоляции. Как кировчане соблюдают требования правительства? Культурное наследие разрушается на глазах. Историческое здание на улице Спаской требует ремонта. Из-за коронавируса спорт перешел в режим онлайн. Как сейчас тренируются кировские спортсмены и какие упражнения можно делать прямо дома? Расскажу и покажу. Из Кировской инфекционной больницы выписана женщина с дочкой 9 лет. Они заразились коронавирусом в поезде Москва-Новой Урингой. При этом в больницу доставлен мужчина, который был в Москве и контактировал с иностранными гражданами. Тест на коронавирус у него оказался положительным. Ожидается подтверждение анализа из лаборатории. Кроме того, госпитализирована его жена и пятилетняя дочь. У них тесты отрицательные. Тем не менее, в инфекционной больнице за ними наблюдают, как за контактными лицами будут делать контрольные тесты. По состоянию на 1 апреля в Кировской области зарегистрировано 12 случаев коронавируса. 5 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. Еще 7 остаются под строгим контролем медиков. Ожидаются результаты тестов еще у 9 человек. С 31 марта по 5 апреля в Кировской области действует режим всеобщей самоизоляции. Теперь из дома можно выйти только, чтобы вынести мусор, выгулить собаку в радиусе 100 метров от дома, сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Кроме того, кировчане могут передвигаться до места работы и обратно, если деятельность их организации не приостановлена. Улицы Кирова сегодня действительно опустили. Тем не менее, режим самоизоляции соблюдают не все. Мы поговорили с горожанами и узнали, что они делают на улице. Кто-то вышел по уважительной причине, например, работает в доставке еды или идет до ближайшего продуктового магазина. Другие, несмотря на запрет, просто гуляют. У меня работа, есть разрешение, мы занимаемся доставкой еды. Вот, поэтому сейчас как раз иду решать рабочие вопросы. Маска не спасает, я не верю в это. В магазин надо сходить, что я говорю, есть это, что никто не отменял. Надо хлебом, молока купить. На два дня покупаю, два дня сидим на треке, выхожу. В Кировскую область привезли 131 тысячу медицинских масок. Это первая партия средств защиты, которая поступила на аптечный склад. В основном эти маски предназначены для медицинского персонала, сотрудников правоохранительных органов и работников розничной торговли. Всего в регион должно поступить более полумиллиона масок. Напомню, что эти средства защиты сначала подорожали, а потом и вовсе исчезли из аптек более месяца назад. Сейчас около 10 промышленных предприятий региона готовы производить и поставлять маски многоразового использования из марли, бязи и трикотажа. В общей сложности они могут выпускать более 110 тысяч штук в день. Перепрофилируются и многие ателье и индивидуальные предприниматели, которые раньше шили одежду. Кроме того, некоторые кировчане не дожидаются, когда маски появятся в продаже и делают их дома самостоятельно. Кировские управляющие компании начали дезинфицировать подъезды. Обрабатывать общедомовое имущество порекомендовали власти города в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Подъезды моют с дезинфицирующими средствами. Раз в день обрабатывают входные двери, протирают поручни лестниц, почтовые ящики, кнопки лифтов и сами кабины. Причем как внутри, так и снаружи, а также моют полы. Жильцов просят контролировать работу управляющих компаний по дезинфекции подъездов. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, управляющим компаниям рекомендовано на регулярной основе проводить обработку общего имущества многоквартирных домов, для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Жителям рекомендуем обращаться в управляющие компании с требованием о проведении данной санитарной обработки общего имущества многоквартирных домов. Кировчан освободят от платы за капитальный ремонт на ближайшие три месяца. Это одна из мер поддержки, которые озвучили на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса. За март еще придется заплатить, а начиная с апреля по июнь включительно плата отменяется. Как заявили власти региона, в данный момент рассматривается целый комплекс мер, который направлен на поддержку населения. В частности, прорабатывается вопрос о временной отмене начисления пений и штрафов на обязательные коммунальные платежи. После всех согласований в ближайшее время меры поддержки будут приняты в полном объеме. Несмотря на коронавирус, весну никто не отменял. Ситуацию с половодием остается на особом контроле всех служб. Лед уже вскрылся, поэтому жители прибрежных районов и власти уже начинают готовиться к наступлению большой воды. Что для этого делается и прогнозируют ли в Кировской области серьезное подтопление, выясняла Елена Шарыгина. Вместо весел пока снегоуборочная лопата. Несмотря на то, что лед на вятке уже тронулся, жители вересняков пока не спешат готовиться к предстоящему паводку. Говорят, из года в год все проходит одинаково. Сначала нужно дождаться подъема воды, а уж потом паниковать или наоборот жить спокойной жизнью. Хотя, что делать в случае подъема воды, люди знают уже сейчас. Заранее, так если, ну это такое место, что до нас вода редко доходит. До сюда, а так вот 15 метров до дома остается, до квартиры. А так, если что, мебель поднимаем, больше нечего делать. У нас особенно первый этаж. Между тем, в области многие реки уже не то что вскрылись. На южных водоемах лед уже полностью сошел. А вот на севере области все по-другому. Большинство рек все еще закованы в толстый слой снега и льда. В гидрометеоцентре делают свои прогнозы. В этом году серьезного паводка не ожидается. Снегозапасы были ниже нормы практически всю зиму. А сейчас у нас на данный момент на юге области снегозапасы практически сошли на нет. В южных районах очень мало снега осталось. Все стаило. И снег остался только на севере. Он, конечно, даст свой эффект. Но он будет не таким критичным. В соседних регионах паводок уже начался. В Удмуртии, Татарстане и Вологодской области несколько населенных пунктов уже затоплены. И теперь у них, впрочем, как и у нас, все зависит от погоды. Если потепление будет постепенным, то почва будет успевать впитывать влагу. Ну а если потеплет резко, то тогда затопленных территорий будет больше. Власти уже начали подготовку к половодью. Сейчас пока ведут информационную работу. Напоминают жителям прибрежных районах о центрах, где можно переждать паводок. И дают советы, как провести это время дома. Уровень воды понизился на 31 сантиметр. На 30 сантиметра, в отличие от вчерашнего дня, стало минус 86 сантиметров. 86 сантиметров. Но это связано с тем, что лед в районе Навятки, в районе реки города Кирова ушел. А в Верховьях еще лед стоит. Поэтому вода в этой ситуации быстрее уходит. В ближайшие дни в Вересниках начнутся и другие подготовительные работы. В том числе очистка выгребных ям и подготовка пешеходных путей. Один из основных этапов подготовки к паводку – это ремонт и строительство наплавных тротуаров. Но, как мы видим, этот кусок тротуара явно нуждается в ремонте, возможно, даже в капитальном. Когда в Кирове область придет пик паводка, пока прогнозировать рано. Все от и до зависит от погоды, которая в последнее время кировчан постоянством не радует. Елена Шарыгина, Иван Малков, Бюро новостей Давича. Самоизоляция может проходить в разных условиях. Жильцы дома номер 21 на улице Спаской вряд ли могут похвастаться комфортом. Здание построено еще в 19 веке. Состояние его настолько ужасное, что люди опасаются за свою жизнь. Одна из внешних стен дома почти разрушилась. В каких условиях люди вынуждены изолироваться от общества, своими глазами увидела наш корреспондент Елена Шарыгина. С этой стороны вообще двери сейчас здорово, что я могу сам туда залезть. То есть вот, не дай бог, вот это обрушится, обрушится и основание стропила. То есть мне проход перекрывает. Каждый раз, возвращаясь домой, Сергей Димаков не может с уверенностью сказать, попадет в свою квартиру или нет. Зданию, в котором он живет больше ста лет. И этот возраст дает о себе знать. Стены рушатся, крыша протекает. Совсем недавно вот эта стена и вовсе вывалилась. И чудом не задела силовой кабель. Разрушалась, по-моему, начала с восьмого года или с седьмого даже. Там как начали кирпичи сыпаться потихоньку и влага попадать, снег попадать. Ну, крышу вроде заделают, дождь не попадает. Но когда зима наступает, все это подметает, снегом заметает, все это тает. Потом лед превращается, разрывает потихоньку. И так все сыпалось. Еще год назад по просьбе жильцов мы снимали сюжет об ужасном состоянии этого дома. Тогда власти заявляли, что ремонт здания запланирован на 2020 год. Но впоследствии выяснилось, что провести его проблематично. Историческое здание официально признано объектом культурного наследия. А значит, исключено из программы капремонта. Более того, управляющая компания без особого разрешения не может здесь и гвоздя забить. Ремонтом должны заниматься специализированные организации. А ответственность за все это возлагается на собственников помещений. Когда въехал в этот дом, просто интересно стало, что историческое здание, все так это загадочно. И просто обидно, что дом рушится и никому ничего не надо. Вроде и посмотрел в документах, когда обращался насчет стены, что дом внесен в историческое наследие. Этот дом был построен в конце 19 века купцом Александром Силиным. И в первые годы здесь располагалась чайная торговля. В 1906 году здание было арендовано только что открывшимся отделением Сибирского торгового банка. Ну а после революции помещения были муниципализированы. Кстати, по соседству расположен так называемый дом офицеров. Еще несколько лет назад он был тоже полуразрушен. За это время его отремонтировали по федеральной программе. Однако помещения все еще пустуют. В то время как квартира Сергея Димакова с каждым днем становится все опаснее для жизни. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Режим карантинной самоизоляции, спорту и активному образу жизни не помеха. Теперь кировские спортсмены продолжают заниматься онлайн. На домашний режим перешли любители спорта. Что делать, чтобы сохранить себя в форме к концу самоизоляции? И какие именно упражнения надо выполнять? Расскажет и покажет наш корреспондент Ульяна Яздакова. Разминка с двумя 16-килограммовыми гирями для Артема Клепикова – дело привычное. Даже дома спортсмен не прекращает тренировки. Пандемия коронавируса, конечно, внесла свои поправки в график гиревика. Из-за карантина вот уже две недели Артем занимается дома, готовится к чемпионату России. Каждый день наставник присылает ему план тренировок. Артем делает упражнения, записывая их на телефон, а затем отправляет тренеру в видеоотчет своих занятий. Тот дает обратную связь. Юноша признается, ему повезло, что работает с гирями. В домашних условиях все легко повторить. Все, что мне нужно для тренировки, можно найти в абсолютно свободном доступе. То есть все это можно купить в спортивных товарах. И именно это вот спортивная одежда, штангетки, также пояс и непосредственно гири. Не отстают от взрослых и маленькие спортсмены. Юные фигуристы спортшколы «Дымка» перестроились на дистанционные тренировки еще 13 марта. Сейчас дома занимается 29 человек. В специальной группе в соцсетях их тренер выкладывает индивидуальные и общие занятия для учеников. Яна Матвейшина, например, отрабатывает упражнения «Ласточка». А Мирон Суслов делает скручивание лежа. Если нас дальше не выпустят, будем сидеть дома, то придется, наверное, уже подключить видео-уроки, онлайн-уроки, чтобы детки меня видели, а я видела их, как они занимаются. Мы ни в коем случае, когда закончится карантин, не должны выйти с нуля и без физической подготовки. Коронавирус спорту и активному образу жизни не помеха. Уверен фитнес-тренер Данил Виногоров. Клуб, в котором он работал, закрылся на карантин. Но подопечных своих молодой человек не бросает. Организовал онлайн-сопровождение, прописал план тренировок и питания. Присланные учениками видеозанятия отсматривает, дает обратную связь. Если нужно, скорректирует, подбодрит и пожурит. Самоизоляция, считает Данил, отличное время поправить здоровье и заняться, наконец, собой даже тем, у кого обычно на это времени не хватает. Сутки хоть тренируйся, у тебя куча времени. Разобрать свой план питания, план тренировок новый посмотреть. Посмотреть кучу в интернете фитнес-блогеров, списаться со своим тренером. То есть карантин – это не повод прохлаждаться и отдыхать. Для домашней тренировки нужно немного. Удобная одежда, коврик для занятий и главное – желание. Начинаем тренировку с разминки. Это знакомый всем еще со школы комплекс упражнений. Делаем вращение головой, вращение руками и наклоны к туловищу. Затем приступаем к основной части тренировки. Можно сделать целый комплекс упражнений. 10 председаний, 10 отжиманий и 15 упражнений на пресс. Затем отдыхаем и делаем еще три подхода. Не забываем и про заминку. Медленно подтягиваемся. Можно провести сеанс медитации. Как долго продлится карантин – неизвестно. Пока он не закончится, все профессионалы и любители спорта будут тренироваться дома. Но вера в то, что все будет хорошо, спортсменов не оставляет. А значит, впереди их ждут новые победы. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей «Давича». На этом пока все. Свежий выпуск «Давича» смотрите сегодня в 19 часов. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Надежда Шабалина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова